Отец-одиночка После того, как мать девочек решила самоустраниться от их воспитания, Николай не позволил своим детям узнать, что такое детский дом. К тому же фамилия Суворов обязывает быть стойким к тяготам судьбы. Они в садике, я работаю, потом после работы за ними. Приходим, раздеваемся, бегаем, бегаем, бесятся, бесятся, бесятся. Потом бесятся, бесятся, потом кушают, потом моются, а потом спадет все в 10. С самого начала этой истории у Николая был тыл в лице органов социальной службы и женсовета поселка Махсагалох. После окончания девяти классов в средней школе они помогли ему выучиться на сварщика и устроиться на работу. Посодействовали тому, чтобы девочек как можно раньше приняли в детский сад, ведь кто за ними присмотрит, пока их отец зарабатывает на хлеб. Обеспечили жильем. Осенью прошлого года семье Суворовых был вручен жилищный сертификат на 700 тысяч рублей по программе обеспечения жильем молодых семей. Добавив к этой сумме материнские региональные капиталы, Николай приобрел трехкомнатную квартиру в поселке Махсагалох. Он, конечно, прежде всего добрый, так как, видите, воспитывался в детском доме. Там, конечно, научили его порядку, но модели семьи у него не было, ему приходится эти азы осваивать самому. Молодец, конечно, он такой покладистый, слушается, прислушивается к советам старших, идет на диалог, и, в общем-то, приятно ему помогать, потому что как-то все идет на пользу. С 2014 года Николай работает в Вику Цементе. Узнав о его непростой ситуации, директор завода Алиш Мамедов, известный своим неравнодушием к чужой беде, на первое время до приобретения собственного жилья выделил квартиру семье. Коллеги также всячески поддерживают молодого отца. Колю Суорова, в общем-то, я знаю с его детства, потому что у меня дети примерно такого же возраста. Ну, жил он в неблагополучной семье, сам воспитывался в детском доме. К нам он приходил несколько раз, но вот в последнее время работает с июля 2014 года. Но парень, в общем-то, ответственный, работает он уже профессионально, молодец. Еще один удар судьбы теперь уже по состоянию здоровья. Из-за специфики своей профессии у Николая появились проблемы с позвоночником. Да так, что он еле ходит. В скором времени ему предстоит операция, а после – полугодовая реабилитация. Но молодой отец не унывает. Ему встретилась девушка, в которой он видит хорошую мать для своих девочек. А это самое главное. Но много про нее не рассказывает, боится сглазить. Виолетта Зосимова, Александр Юрков, НВК Саха, Англасский УЛУС.